Лекция 12. Синхайская революция и учреждение Китайской Республики. 1911-1918 годы. Первый вопрос. Победа Синхайской революции 1911 года. Углубление и обострение кризис Циннской империи в течение 1911 года привело к тому, что осенью того же года мощный социально-политический взрыв уничтожил империю. Началом этих событий стало восстание в городе Учане, в центре провинции Хубей. Одним из центров подготовки чемнаджурских выступлений был Ухань, где действовали две революционные организации, так называемые литературные общества и союз общего прогресса. Эти тайные организации разделяли политическую платформу Объединенного Союза и поддерживали с ним организационный контакт. Хубей и прочих, как и в других провинциях, революционеры работали прежде всего среди солдат и офицеров новой армии, сумев привлечь на свою сторону почти треть, около пяти тысяч человек, всего состава частей новой армии, расположенных в городе. Готовившееся здесь вступление должно было быть частью общекитайского восстания, планировавшегося Объединенным Союзом. Вечером 10 октября в ответ на репрессии властей восстали солдаты саперного батальона во главе с сержантом Сюн Бин Куни. Восстание поддержали другие части Уханьского гарнизона, в руки восставших перешел арсенал. Ночью развернулись ожесточенные бои за правительственные учреждения, которые к утру были взяты восставшими. Маньчжурские власти бежали из города. Учаинское восстание победило. 11 октября руководители революционных организаций сопрались в помещении провинциального совмещательного комитета на совместном заседании с руководством этого комитета. Обращение революционеров за помощью к либерально-конституционным деятелям в организации было вполне естественным. Не обладая опытом легальной политической деятельности и не имея соответствующих политических структур, революционеры искали поддержку антимандюрски настроенным авторитетным деятелям и влиятельных политических организаций. Не случайно и то, что председатель Хубейского провинциального совмещательного комитета Тан Куулан пошел на такое сотрудничество. Так началось сотрудничество революционеров и реформаторов, имевшие решающее значение для сути антиманджурской борьбы. На этом совместном заседании было образовано Хубейское революционное правительство, военным руководителем которого был избран генерал Ли Юньхун. Главой гражданской администрации был избран Тан Хуалун. Фактически сложившееся военное правительство приняло два важнейших решения. Прежде всего, оно потребовало отречения цинской династии и прогласило Китайскую республику. А затем обратилось ко всем провинциям с призывом поднять восстание против маньчурского деспотизма. Этот общий декларативный документ был дополнен обещанием обращения к уважаемым сановникам. Авторы этого документа апеллировали к патриотическим чувствам китайских сановников, рассчитывая получить их активную поддержку или хотя бы политически их нейтрализовать. На призыв хубейских революционеров к свержению маньчурского деспотизма откликнулся весь Китай. В течение ближайших двух месяцев власть маньчуров была свергнута в 15 провинциях. Главной ударной силой революции стала революционная армия. Ее ядром были перешедшие на сторону восставших в части новой армии. В революционную армию шли крестьяне, ремесленники, рабочие и члены тайных обществ. Особенно важная роль в формировании революционной армии играла учащаяся молодежь. Кадровые солдаты и офицеры новой армии становились командирами быстро разраставшейся подлинно народной армии защиты революции. Почти половина отколовшихся от цинских властей власти провинции Хунай, Шинчжи, Шанси, Юннань, Гуйчжоу, Чжэцзян смена власти произошла революционным путем благодаря активным действиям революционных частей новой армии. Однако в ряде других провинций Дзянсу, Дзянси, Аньхой, Гуанси, Гуандун, Сычуань, Фудзянь, Шандунь переход власти руки антицинских сил проходил по сути дела мирным путем. Перед лицом Единого фронта революционеров и либеральных реформаторов перед напором народных масс китайцы-бюрократы вставали на путь поддержки антимандюшского движения. Цинский двор был застегнут врасплох лучанским восстаниями волной революционного подъема. За помощью двор решил обратиться к известному, но уже опальному китайскому сановнику Ян Шика, игравшему большую политическую роль Китая в конце 19-го, начале 20-го века, хорошо известным западным державам. 27 октября 1911 года он назначен главнокомандующим карательными войсками, а 2 ноября ему дает пост пример министра. В условиях полного политической бессилия малолетнего императора, его регентов и всего маньчжурского окружения Ян Шика оказывается хозяином положения в Пекине, сосредоточивая в своих руках всю реальную власть. Получив от Цинского двора всю полноту власти для борьбы с революцией, Ян Шика в то же время тайно вступил в контакт с лидерами революционного юга, стараясь нащупать почву для компромисса, при котором вся полнота власти осталась в боевых руках. Реально военно-политической ситуации конца 1911 года страх Ян Шика перед наступлением революционных армий на север, на Пекин, заставляет ее искать перемирие с революционным югом, чтобы затем за столом переговоров добиться желаемого политического компромисса. Переговоры с севера и юга начались в Шанхае 18 декабря. Север был представлен Тан Шаи, министром кабинета Ян Шикаи, а юг У Тин Фаном, бывшим китайским посланником США. Тан Шаи упорно отстаивал идею создания конституционной монархии при номинальной власти манджурского императора. Фактически поддержка этой позиции высказывалась и западной державой. Однако представитель юга не шел на уступки, предлагая Ян Шикаю пост президента республики только после отречения династии. Республиканская позиция и жанра укреплялась и быстрая консолидация революционной власти. Это было связано, прежде всего, с возрастающей ролью и возвращением Сундецена в Китай, и работы конференции представителей провинции, взявшей на себя функции Национального законодательного собрания. Суньер Цен 21 декабря прибыл в Гонконг, а 25 декабря была торжественная встреча в Шанхае. На следующий день на совещании руководителей Объединенного союза Суньер Цен был выдвинут на пост временного президента Китайской республики. 29 декабря 1911 года в Нанкине конференция представителей провинции поступила к выборам президента. На голосовании были выставлены кандидатуры Суньер Цена, Хуан Сина и Лю Юнь Хуана. За Суньер Цена было подано 16 голосов и 17. Такое единоложное свидетельство о его огромном авторитете, о стремлении представителей провинции радикально решить вопрос о форме власти. 11 января 1912 года Суньер Цен прибывает в Нанкине и в 10 часов вечера принимает президентскую присягу. 1 января 1912 года становится днем официального приглашения Китайской республики. Суньер Цен приступает к исполнению обязанностей президента и формирует правительство, приглашая в качестве министра видных и политически близких ему деятелей. Прежде всего, правительство пыталось отменить многие средневековые установления обучей. 2 марта были изданы указы, запрещавшие убью, курение, применение пыток при допросах, торговлю людьми, а также указ об освобождении всех проданных в долговое рабство. Указ от 5 марта обязывал все население срезать косы и тем самым освободиться от символа национального позора. 31 марта удано распоряжение о запрещении варварского обычаи бинтовать многих девочкам. Важное политическое значение имело создание 28 января на базе конференции представителей правительства национального собрания, высшего временно-законодательного органа Китайской республики. В него вошло 38 представителей от 17 провинций. Главное достижение правительства в области нормотворчества – это подготовка и принятие временной Конституции Китайской республики. Конституция готовилась под руководством Сунивера Цена и была принята национальным собранием 10 марта, а на следующий день обнародована президентом. Принятие Конституции имело огромное историческое значение для развития идеи демократии в Китае, для утверждения демократических институтов. Однако в начале 1912 года основное внимание президента и его правителей было обращено, естественно, на завершение борьбы с цинской монархией. Юань Шика, узнав о признании Сунивера Цена временным президентом, дает указание Тан Шааи прервать переговоры Шамхая и наставив на возможности соглашения с Югом только на основе признания Конституционной монархии. Решимость республиканского правительства в углубление политического кризиса в Пекине заставляет, однако, Юань Шикая принести в жертву своим честолюбивым расчетам монархический режим. 1 февраля он вынужден, вынуждая доствующую императрицу, поручить ему ведение переговоров с Нанкиным на условиях отречения династии. 5 февраля национальное собрание твердило условия отречения. 12 февраля доствующий императрица от имени малолетнего императора Пуи издает дикты об отречении. После 267-летнего господства последних числа года Синьхай по традиционному календарю по этому революции, называясь Синьхайской, рухнула власть в Манчжурской династии. На следующий день после отречения собралось руководство Объединенного Союза и почти единогласно высказалось за соглашение с Юань Шикаем. В тот же день Сунь Яцен складывает перед национальным собранием своей полномочия временного президента и двигает на пост Юань Шикая. 15 февраля национальное собрание единогласно избирает Юань Шикая временным президентом. Завершается решающий этап революции, этап свержения манчжурского деспотизма и утверждения суббуканского строения. Завершается он историческим компромиссом, инициатором которого был Юань Шикая и Сунь Яцен. Компромиссом, который позволил по сути и дело избежать к пролитной гражданской войне и прямое вмешательство иностранных держав, способных привести к распаду страны. Начинается новый этап политической жизни Китая, связанный с попытками утвердить парламентские формы управления страной и стремлением Юань Шикая к авторитарному управлению. 2 апреля национальное собрание принимает решение о перенесении столицы Китая в Пекин, отменяя свое прежнее решение и идя на встречу Юань Шикая. В центре внимания всей политической жизни Пекина и всей страны встали проблемы, связанные с выбором парламента, назначенным на конец 1912-го, начало 1913-го года. Активно проходит процесс формирования политических партий, процесс отземеживания различных политических направлений. Ведущий силу национального собрания оставался объединенным в Союзе Университета, главной организации китайских революционеров. Однако именно в это время начинается консолидация оппозиционных сил, весьма пестрых по социальному происхождению и по политической направленности. Происходит и процесс отземеживания в эволюционном лагере. В январе 1912-го года возникает партия Единственного Куань Тунь и Дань, организатором которой был видный деятель Объединенного Союза Джарь Тайяне, разошедшая с неоценом еще до революции. Это была партия умеренных информаторов, ориентировавшаяся прежде всего на поддержку цизянцу, чижинзянских предпринимательских кругов. В мае 1912-го года на базе более мелких организаций создается республиканская партия Гунхэ Тан, председателем которой становится Ильи Юань Хун. Эта партия стала главной парламентской позицией Объединенным Союзом, парламентской опорой Юань Шикая. В первые дни после успешного ученического восстания на съезде в Шанхае была создана китайская социалистическая партия Джунга Ше Хуэй Дан. Инициатором ее создания и ее бессменным руководителем был Мудзян Камху, один из первых пропагандистов в виде социализма Китая. По своим политическим позициям партия была близка к Объединенному Союзу, поддержив социалистическую направленность и действия Сюн Яцена. Активное участие в политической жизни принимал и Объединенный Союз, ставший, естественно, самой заметной политической организацией Китайской Республики. Если Сун Яцена в эти первые послесинхайские дни видела актуальную задачу Союза в реализации принципа народного благоденствия, то большинство руководящих деятелей Союза видела Союз, прежде всего, парламентской партии. Вместе с этим разногласия не помешали руководству Союза осознать необходимость радикальной перестройки Союза. Инициаторами и главными перестройщиками Союза был Сун Яцена, получивший поддержку Сун Яцена. Новая партия мыслилась как массовая открытая организация, способная стать центром в притяжении всех, без исключения левых сил, стимулирующий процесс политической поляризации и становления двупартийной парламентской системы. В августе 1912 года в Пекине состоялся учредительный съезд новой партии, на котором в Объединенном Союзе присоединились еще четыре партии. Единая республиканская партия, общество, всеобщая прогресса, общество, действительно прогресса республики и общая национальная партия. Новая партия стала называться национальной партией Гаминдан. Сун Яцена был избран ее председателем. Основные программные установки партии были выражены к требованиям достижения политического единства страны, развития местного самонаправления, осуществление национального объединения, проведения политики и народного благоденствия, поддержания международного мира. Гаминдан, видя именно парламентской борьбе, главный путь демократического развития страны, идет на отказ от революционных вооруженных сил, сыгравших решающую роль в победе революции и проводит демобилизацию революционной армии на юге. На парламентских выборах Гаминдан добился бедительной победы. Гаминдан получил 269 из 50 и 96 мест в парламенте представителей и 123 из 274 в парламенте. На втором месте шла республиканская партия. Победив на парламентскую выбору, Гаминдан, естественно, претендовал на формирование правительства. Однако такой переход власти руки Гаминдана не устраивал Юань Шикайя. Прежде всего он попытался объединить все гаминдановские силы парламента, созданные еще в ноябре 1912 года, вернувшимся из эмиграции Леонид Сычао-демократической партии, объединяясь партией-единственной республиканской партией в новую организацию, прогрессивную партию, ставшую парламентской опорой Юань Шикайя. Однако не парламентский метод борьбы были для Юань Шикайя главными. Прежде всего он рассчитывал на военную силу. С этой целью идет прополнительная мобилизация, расширяется, крепляется боянецкая армия. Некоторые ее части перебрасываются в стратегически важные районы страны. В марте 1913 года по тайной приказу Юань Шикайя Шикайя был убит Сун Диао Жени, как лидер парламентского большинства, претендовавший на пост премьер-министра. Все эти события происходят на фоне обострявшихся отношений севера и юга. Если на севере укреплялась прямая военная власть Юань Шикайя, то она на юге нарастала с стихием народного движения против существующих порядков. Об убийстве сын Диао Женя, Сун Яцен, узнал, находясь в Японии. Он сразу же возвращается в Китае, и уже 27 марта на совещании гаментановского руководства предлагали разорвать отношения с Юань Шикайя и начать с ним вооруженную борьбу. Это, однако, не встретило полной поддержки его соратников. В июле 1913 года верные идеям республиканизма и предыдущих гаментанов вооруженной силы на юге страны начинают вооруженную борьбу против Юань Шикайя, которая получила название Второй революции. Широкие слои китайского народа не поддержали этой вооруженной борьбы. Лишь верные коменданты воинской части, с провинцией Дзянси и в городах Нанкини и Шанхай поднялись на анти-юаньшикаевскую борьбу. К сентябрю 1913 года Юань Шикайю удалось подавить комендантское выступление. Военная политическая сила оказалась на его стороне. Вторая революция потерпела поражение. Так завершились события 1911-1913 годов, вошедшие в историю как Сенхайская революция. Сенхайская революция, революция национально-освободительная и антидеспотическая победила, освободив Китай от Нанчжурска вибра, ликвидировав империю и на его обломках, создав их республику. Вместе с тем, к концу 1913 года стало ясно, что революционные демократы, народничество толку в главе с ее ценным, сыгравшую руководящую роль и решающую роль победы Сенхайской революции, потерпели поражение. Анти-Нанчжурские лозунги Объединенного Союза сплотили и на республиканской подпорами самые широкие, но весьма социально-политические, разнородные силы китайской нации. Этот широкий единый национальный фронт и был основой успеха Сенхайской революции. Однако ее победа уничтожила основу национально-политическое объединение, и в результате Сунья Цен, и его ближайшие сопротивительники и с его программой о народном благоденствии и его государственном социализме остались весьма узкой группой революционных демократов, пока еще не имевших массовой социальной базы. Второй вопрос. Социально-экономические сдвиги после Сенхайских годов. Радикальные политические перемены в Китае не могли, естественно, сразу же сказаться на его экономическом и социальном развитии, но постепенно их влияние стало сказываться, особенно в годы мировой войны, которая существенно изменила объективное положение Китая. Сказалось это как на возможности экспансии иностранного капитала Китая, так и на особенности функционирования самого китайского рынка. Наиболее активной экспансией иностранного капитала приходится на начало XX века, когда сумма иностранных капиталов удвоила по сравнению с началом века достигнув 1,6 миллиарда миллионов американских долларов в 1914 году. На первом месте по своему капиталу вошла Англия, давно и настойчиво действовавши на китайском рынке с момента его открытия. На последующие места занимали Россия, Германия, Япония. Иностранные банки, которые к концу войны насчитывались всего полтора десятка, фактически контролировали китайский денежный рынок. Иностранные банки Китая обладали также очень важным правом денежной эмиссией, фактически регулируя объем денежной массы в стране. Оставала значительная роль иностранного капитала в внешней торговле. Иностранный капитал способствовал дальнейшему вытягиванию Китая и мировую торговлю в капиталистическом разделении труда. Несмотря на круговую внутриполитическую ломку и мировую войну за последний сингхайское десятилетие, объем внешней торговли Китая почти удвоился, достигнут в первые десятилетия в американских долларах. Особенностью китайского экспорта было преобладание среди предметов вывоза готовой продукции 39% и полуфабрикатов 20%. Причем главной статьей экспорта была продукция китайского традиционного ремесла. Остальная часть экспорта складывалась в основном из сельскохозяйственного сырья и совсем немного из продукции горнодобывающей промышленности. В импорте их полностью преобладали предметами потребления. В результате вступления Китая в войну на стороне Антанты Германия практически потеряла свои довольно сильные позиции Китая. Война ограничила возможности Англии, Франции и других европейских держав в расширении их экономической деятельности Китая. В то же самое время Япония, Аючти и США получили благоприятные возможности для своей экспансии. За годы войны возросли позиции японского капитала в основном в отрасли китайской промышленности хлопчатой бумажной. Именно в эти годы начинается и развитие японской тяжелой промышленности Китая. Японский капитал в годы войны построил крупные чугунно-литейные заводы Бэньсиху в 1915 год, Ваньшане в 1918 год, что означало контроль за 85% всех домовщих Китая. Используя ослабление влияния возможностей европейских капиталов и европейских правительств, Япония попыталась монополизировать представление займов Китая, справедливо рассматривая кредитка в важнейшие средства захвата рынка. Япония не ограничивалась, однако, устремлением экономической экспансии Китая. Она попыталась расширить свои сферы влияния и даже фактически подчинить себе политику пекинского правительства. Выдвинув в 1915 году пресловутое 21-е требование, единодушная партия китайского народа сыровало те планы. Усиление позиции иностранного капитала после Синхайских годов означало не только увеличение полуколониальной зависимости Китая, но и ускорение процесса тягивания китайского хозяйства, мирового рынка, углубление процесса капиталистической эволюции китайской экономики. Во многом это связано с тем, что национальное капиталистическое развитие началось с открытием Китая и принесением Китая капиталистической производства извне. Этот период, особенно годы мировой войны, был весьма благоприятным для развития национального капитала. Неслучайно китайская буржуазия называла эти годы своим золотым веком. Если накануне мировой войны национального капитала принадлежало 698 фабрично-заводских предприятий с 271 тысячи рабочих и капиталом 131 миллиона юаней, то после войны число предприятий выросло до 1 миллиона 759, число занятых рабочих до 558 тысяч и капитал до 591 миллиона юаней. Особенно быстро развивалась вообще-то бумажная промышленность. Рост тяжелой промышленности даже в эти благоприятные годы будет значительно, не сумев активизироваться национальный капитал и строительство и эксплуатация железной дороги. Современный национальный банковский капитал начал складываться в Китае только на рубеже 20 века. В 1912 году было основано 7 китайских банков с общим капиталом 75 миллионов юаней. В течение же 1913-1919 годов создано еще 43 банка с общим капиталом 102 миллионов юаней. Сильная позиция, естественно, национальный капитал продолжала занимать торговлей. Китайский национальный капитал таким образом существенно укрепил свои позиции экономической жизни страны, хотя продолжал оставаться сильно зависимой и подчиненной. Силой зависимой и подчиненной. Определенной массовой производственной базой для развития национального промышленного капитала являлась дофабричная промышленность. Дофабричная промышленность в конце войны к прочному удерживался и позиции производства многих товаров, давая в целом примерно 3 четверти всей промышленной продукции страны. Многоразные типы хозяйственных организаций дофабричной промышленности сложились в основном еще в середине века. После открытия Китая начинается процесс капиталистической трансформации этой сферы хозяйства. Изменения, происходившие накануне после Синхайской революции, расширение работы на капиталистический рынок и использование усовершенствованных орудий труда и механических двигателей способствовали перерастанию мануфактуры фабрикок уставного мастерского капиталистического. Однако из-за экономической заинтересованности хозяина вклада капитала в техническое перевооружение этот процесс охватил лишь в незначительное меньшинство дофабричных предприятий. Внутри городских ремесленниц цехов также развиваются капиталистические отношения. Все большее меняется наемный труд. Происходит сращение верхушки цехов с торгово-ростовщитительским капиталом, благоприятные рыночные конъюнктуры. В периоды мировой войны усиливается приток торгового роста общительского капитала, рассеянную и централизованную мануфактуру. Активно растет, перезавивается мануфактурное производство, причем индивидуально предпринимательство вступает в место акционерного. Ускорились перемены в деревне. Прежде всего, завершается ликвидация казенных государственной феодальной формы землевладения и эксплуатации, принесенной китайской деревне манжурским завоеванием. Распад землевладения военно-сословия, землевладения военных населений и превращение этих земель в честновладельские активно шли на рубежи веков. Но именно революция и новое республиканское законодательство окончательно ликвидировало принесенные формы казенного землевладения и личной зависимости. А несмотря на довольно высокую степень развития товарно-денежных отношений, китайской деревни, много товарно-клад был слабым и малодинамичным, ибо налогово-арендный торговый ростовситический гнёт оставляло мало места для крестьянского предпринимательства, для нарождения капиталистических фермеров. После Синхайской десятилетия значительно вырос китайский рабочий класс. Можно оценить количество фабрично-зарайцевских рабочих по окончании мировой войны как поближающихся к полумиллионному. Еще более двух миллионов человек было занято промышленно-рабочий среди населения страны был уничтожен, хотя тенденция его роста была значительной. Основным источником формирования рабочего класса было беднейшее крестьянство, оставлявшее главную массу неколлифицированной рабочей силы, а также ремесленники в городские низы. Приобладание легкой пищевой промышленности предопределило и приобладание женского и детского труда. Победа Синхайской революции и последующие годы мировой войны экономически подъемом способствовали развитию и консолидации китайской буржуазии. Возросла ее численность и увеличилось ее богатство и экономическое влияние. В 1915 году насчитывалось 1,262 млн торговые палаты с 245 миллионами членами. Ускорилось сближение тысячами насчитывалось в 1915 году 1262 торговые палаты с 245 тысячами членами. Ускорилось сближение различных слоев буржуазии, хотя ее полной интеграции еще не произошло. К концу первого послесинхайского десятилетия городская буржуазия не обладала еще политической силой, которая соответствовала бы ее действительной экономической роли и которая позволила бы ей возглавить национально-свободительное движение. Политическая слабость китайской буржуазии объяснялась в первую очередь тем, что китайский капитализм и китайской буржуазии не имели своей собственной предыстории, их возникновение явилось прежде всего результатом открытия Китая и принесения развитых форм капитализма. Как показало первое после Сен-Хайской десятилетия претензии на такую гемонию заявили так называемые новые средние слои служащие из люканских учреждений и капиталистических фирм учителя студентов функционеров политических партий и общественных организаций офицерства. Новыми они были потому, что с начала XX века интенсивно шел процесс распада прежнего служивого сословия Шэньши и разворачивался процесс складывания новой интеллигенции служивой и неслуживой. Спасибо за внимание.